Добро пожаловать на обзор версии Capture One Pro 10.1. У нас будет первая часть посвящена исключительно разбору нового обновления. И я вам расскажу, что там нового, и вы можете задавать вопросы. А вторая наша часть будет посвящена общему общению про Capture One. Я отвечу на ваши вопросы, в целом связанные с Capture One. Это обновление очень интересное, поскольку я был его альфа-тестером. И я прям отдельную презентацию для разработчиков проводил, что было бы очень здорово изменить со стилем. Мне очень приятно видеть, собственно, что эти изменения воплотились в жизнь. В версии 10.1 появилось много-много всего интересного. И, пожалуй, первое, о чем стоит сказать, это, конечно, новые стили. Новые стили... Если вы помните, раньше проблема была в том, что когда вы использовали стили или преседы, да, список, то он зачастую перекрывал вашу картинку, да. То есть вы, например, применяли какой-нибудь стиль, и когда вы выбирали вот этот список стилей, он просто все перекрывал, это было жутко неудобно на самом деле. И как-то совершенно не в стиле вообще интерфейса Capture One. То есть это было очень-очень странно. Новые стили выглядят суперски. Значит, смотрите, во-первых, это отдельный инструмент, да, то есть это не какое-то там выпадающие окна. Все собрано в одном отдельном инструменте. У вас есть раздел User Styles, есть раздел Built-in Styles, то есть встроенные стили, пользовательские стили, пользовательские. Это ваши собственные стили, встроенные стили, соответственно, те стили, которые уже строили разработчики. И то же самое есть User Presets, то есть пользовательские пресеты и встроенные пресеты. То есть такая же система. Все это теперь видно в одном окне. Когда вы разворачиваете список, вы можете вообще вот такой очень длинный развернуть. Он не перекрывает вашу фотографию. Вы тут же также видите результат, что стиль делает. И на мой взгляд, это просто суперудобно. Суперудобно, то есть вот уже ради этого, если вы еще не обновились в принципе на 10-ю версию, уже ради этого стоит обновиться на 10-ю версию, потому что это, мне кажется, очень-очень удобно. Вы можете также там скрывать-раскрывать любые вкладки, чтобы быстро как-то переключаться, да, по стилям. Это тоже очень удобно. То есть теперь даже если у вас огромная коллекция в сотне-сотне-сотне стилей, то вы можете очень быстро и легко по ней перемещаться. Когда вы какой-то стиль применяете, то, например, вот так вы нажимаете, он сразу наверху помечается, как Applied Style. Кстати, такой вопрос прямо сейчас к чату. А что есть необычное на моем экране сейчас? Что обычно нету на наших занятиях? Вот, и Александр Первый написал правильный ответ. Александр написал, что фотография в оффлайне, действительно. С этим связана такая немножко забавная история. Дело в том, что я приехал, я подготовил дома, собственно, этот мастер-класс. Приехал на студию его, где мы сейчас, откуда мы сейчас идем, вещание. Подключаю, собственно, свой компьютер к студийному оборудованию. И тут я понимаю, что, собственно, я забыл жесткий диск, на котором лежат оригинальные RAW-файлы всех этих фотографий. И сначала первая у меня мысль была, все, все пропало. У нас онлайн-трансляция, у меня нет RAW-файлов с собой. А потом я подумал, что, ребята, это же каталог Capture One. То есть, соответственно, вы можете без проблем забыть ваши RAW-файлы. И все равно сейчас все на этом будет совершенно прекрасно работать. Я смогу вам показывать и обработку, и все новые возможности, и все-все смогу вам показать. Но при этом просто единственное, что я не смогу сделать, это конвертировать. Ну, и это не так важно для нашего сегодняшнего занятия. Поэтому, в общем, оффлайн, знаете, хочу вам сказать, первый раз в жизни прям очень пригодилась эта штука. Когда вы применяете стиль, он сразу пишется наверху примененный. То есть, если вы еще один стиль применяете, он тоже пишет, что он примененный. И в скобочках пишется, что один стиль перезаписывает другой. Если вы задержите на нем мышку, то вы также увидите окошко, какие именно параметры активны и неактивны. Все настройки типа импорта стилей или такая опция, как стек стайл, когда можно смешивать стили. Это все вот тут теперь. То есть, вот эта кнопочка, где три точки изображены. Такая стандартная для всех инструментов Capture One. Эта опция всегда вызывает настройки инструмента. И, собственно, она вызывает настройки инструмента. И здесь вы можете сохранить стиль, импортировать стиль и еще и изменить размер окошка стиля. Например, Medium Size делать или, например, Auto Size. Это будет тогда автоматически определять размер. И, кстати, говоря о размере этого окна, не забывайте, что это просто обычное окно инструмента. То есть, вы можете взять, вот такого перетащить и расположить вообще где угодно. Вот где хотите, там можно расположить. Вот, например, взять и, например, перетащить сюда. А еще и изменить вот так размер. То есть, вы понимаете, да, что теперь стили стали просто, на мой взгляд, в миллион раз удобнее, чем они были до этого. Потому что стиль это очень важный инструмент обработки, быстрый. И до этого были с ним некоторые определенные проблемы. Вот. Кстати, если вы задаетесь вопросом, Александр, откуда у вас столько стилей? Мне очень часто задают этот вопрос после, особенно, моего обзора версии 10.11. Я вам ссылочку кину сейчас в чат. Это наши пленочные стили. Там есть бесплатные их варианты. Вы можете без проблем пойти скачать, бесплатно использовать 5 стилей в одном комплекте и 7 стилей в другом комплекте. Если вам понравится, вы, соответственно, можете купить все стили. Это больше 200 стилей. Вот. Поэтому теперь с новым интерфейсом их стало еще удобнее использовать. И вообще все просто вообще отлично работает. Также, что еще важно сказать про новые стили. Появилась такая удобная штука. Не думаю, что это будет прям супер всем. Нужно и важно. Но, как бы, знать полезно. Дело в том, что теперь вы можете импортировать стили сразу со структурой папок. То есть, видите, например, у меня все стили разложены по папочкам. И, соответственно, если вы хотите сразу импортировать такой структурой стили, сделать это очень просто. Вам нужно просто взять какую-то папочку, где лежат стили, например. Вот так вот у вас в папочках лежат стили. Вам нужно их запаковать в zip-архив. И потом просто взять и изменить расширение этого zip-архива с zip-а на costile-pack. Вот такое будет расширение этого файла. И теперь, импортируя просто вот этот файлик, вы импортируете и папочную структуру, которая в нем содержится. Так что теперь, если вы хотите сделать, чтобы у вас все вот так стили лежали по папочкам, это можно сделать очень-очень просто, даже не залезая во внутренности программы, как нужно было делать до этого. При этом всем, если, например, по какой-то очень странной причине вам не нравится новый интерфейс, то есть я могу допустить, что есть среди нас такие люди, вы, в принципе, можете использовать и старый интерфейс. Для этого нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по вот этой верхней панели, выбрать Customize Toolbar и сюда просто добавить иконочку стилей. И вот тут у вас будет работать, собственно, уже такой классический стандартный вариант стилей. То есть он остался, в принципе, в программе, но при этом теперь есть еще и здоровский новый инструмент, который мне лично дико нравится. Мне кажется, это очень удобно работает. То есть когда вы можете так очень быстро переключаться по стилям и сворачивать, разворачивать, ничего не загораживает картинку. Вот прям суперское обновление. Что еще важно сказать, вообще, что еще интересного нового появилось в Capture One 10.1? И это такое второе глобальное нововведение. Это вот сейчас такая, давайте, знаете, вот сейчас задержите дыхание. Вот сейчас задержите дыхание. Появилась кнопка «До-после». Я представляю, да, сколько лет некоторые из вас ждали эту кнопку и она появилась. Правда, стоит сказать, что это не совсем кнопка, это появилась горячая клавиша для существующей кнопки. То есть у нас всегда была вот такая кнопка, которая называлась «Reset Adjustments», то есть как бы сбросить настройки. Она просто сбросила настройки всей фотографии. То есть вы там сделали всякую обработку, потом изменили насыщенность, точки черного еще, все вот это поменяли. И если вы хотели просто сбросить обработку, то вы ее нажимали, и она сбрасывала обработку. Теперь эта кнопка умеет еще временно сбрасывать обработку. Для этого вам нужно зажать Alt и зажимая Alt нажимать эту кнопку. Вот пока вы ее держите с зажатым Alt, то вы видите картинку без обработки, отпускаете, вы видите снова картинку с обработкой. То есть вот так можно очень быстро, теперь просто сжимая Alt и держа эту кнопку, можно смотреть картинку до-после. То есть по сути это и есть вот та самая кнопка до-после, которую очень-очень многие из вас ждали. Видите, не зря ждали, дождались. Следующая интересная штука, которая у нас появилась в версии 10.1, это обновленная система удаления файлов. И это тоже такая очень больная история на самом деле для Capture One. То есть поскольку изначально в Capture One был вообще только режим сессии, то есть не было режима каталога, а потом он появился, и нужно было как-то решать этот вопрос, что как именно удалять файлы, куда будут удалены файлы и прочее, 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 прочее. То, вы знаете, вот за эти годы эволюции программы произошла некоторая путаница, и было ощущение, что нужно этот кубок несколько распутать. Собственно, в версии 10.1 разработчики спокойно сели и наконец-таки четко расписали, что происходит с вашими файлами во время удаления. Итак, прежде всего, чтобы вообще лучше в этом разобраться, я бы вам посоветовал открыть настройку горячих клавиш, зайти в раздел «Файл» и здесь выбрать, и здесь вы увидите, собственно, три варианта, которые теперь существуют в программе. То есть теперь в программе есть три варианта, как можно удалить файл. Во-первых, это опция «Делит», да, то есть удалить. Можно, например, сразу взять и какую-нибудь на нее на горячую клавишу повесить, повесить, например, «Shift-D», да, допустим. Вторая опция, новая, да, которой до этого вообще не было, она называется «Мофф ту трэш». То есть это переместить в корзину. Давайте ее сделаем, например, «Контрол-D». И «Делит-Фом-Диск», да, то есть удалить с диска. Это еще третья опция, которая появилась. Давайте сделаем ее «Альт-Д». То есть я вот сейчас специально назначил на каждую из этих опций по горячей клавише, и теперь давайте рассмотрим, как это все работает. Значит, первая опция «Удалить», да, то есть «Делит» — это самый такой безопасный, самый аккуратный способ удаления, который вообще может быть. То есть, например, если вы находитесь в каком-нибудь альбоме, да, то есть у вас, вот вы сейчас, вот как я, вот я сейчас нахожусь в альбоме, да, и я хочу удалить фотографию отсюда, вот, например, я кликну правой кнопкой мыши и выберу «Делит», да, она мне пишет, что «Удалит из альбома до после». То есть это единственное, что она сейчас делает с этой фотографией, это просто удалит из альбома. Она не удалит из каталога, она не удалит из жесткого диска, она просто удалит из альбома. То есть опция «Делит» выбирает самый такой мягкий, самый безопасный вариант удаления, то есть она никогда не удалит ваш файл совсем. То есть, в принципе, если вы за это опасаетесь, то вот можно прекрасно использовать эту опцию именно как такой, типа, страховочный вариант. То есть с этим вариантом вы никогда случайно не возьмете, не удалите вашу фотографию вот совсем. Даже если вы зайдете, например, в какую-нибудь папку, да, где лежат фотографии, выберите какой-нибудь файл и нажмите «Делит», то из папки он все равно переместится в корзину. То есть вот прям совсем с жесткого диска он не удалится. А дальше, собственно, идет опция «Move to trash». Вот этой опции как раз очень многим не хватало, да, эта опция нужна для того, чтобы перемещать файлы в корзину, где бы вы сейчас их не смотрели. То есть, например, если вы смотрите, скажем, если вы смотрите файл в альбоме, да, и вы нажимаете «Move to trash», это у нас «Ctrl D», давайте, например, этот файл возьмем, «Move to trash», то видите, из альбома, из альбома этот файл сразу переместился в корзину. То есть это вот то, что очень часто раньше смущало фотографов, потому что они думали, что они удаляют фотографию, удаляя его из альбома, но на самом деле они удаляли просто его, только из альбома удалили, но не удаляли совсем. И, соответственно, вот эта новая опция «Move to trash», она теперь всегда, где бы файл ни находился, она всегда отправляет его в корзину. То есть, в принципе, вот как для себя вы можете запомнить, что просто зайдите в настройки «HotKey», найдите опцию «Move to trash», и, вероятно, для большинства случаев это будет ваш основной инструмент удаления. Ну, то есть, конечно, иногда нужно и удалить из альбома, но мне кажется, это реже случаи, чем когда, в принципе, вам нужно удалить файл. И, наконец, третья опция – это «Delete from disk». Эта опция уже удаляет сразу с диска. То есть, например, вот я возьму какой-нибудь файл, например, давайте вот этот файл возьмем, или вот этот, и я нажимаю, я себе повесил это на «AltD», я это нажимаю «AltD», и меня программа сразу спрашивает, что вы собираетесь удалить, собственно, файл с жесткого диска, и вы хотите только удалить его вообще из каталога или прям вот совсем с диска. Если я выберу «Delete from disk», то он вообще сразу с жесткого диска будет удален, то есть, это сам файл. Вот, так что теперь я бы не сказал, что ситуация, знаете, стала совсем простой и такой элементарной, но она стала явно намного проще и намного понятнее. То есть, теперь у нас всего три опции. Это «Delete», это такие самое-самое легкое, самое простое удаление. «Move to trash» – это, по сути, удаление файла, перемещение файла в корзину, где бы он ни находился. И, соответственно, это, я думаю, вы чаще всего будете пользоваться именно этим инструментом. И «Delete from disk» – это, собственно, удаление файла, всегда он удаляется с вашего жесткого диска непосредственно. Ну, и с каталога, соответственно, или с сессии тоже. Вот, так что вот эти три опции очень-очень теперь понятны и хорошо работают. Давайте посмотрим, что у нас, что мы обсуждаем в чате. Я спрашиваю, это «from disk» – это как раньше было? Ну, вот раньше было два варианта. Раньше было «Delete» и «Delete from disk». Вот теперь добавили третий вариант «Move to trash». То есть, всегда переносить в корзину «Capture One». Вот, и Николай пишет, можно сделать четвертый тип удаления «Move to capture one trash». А это есть. «Move to trash» – это имеется в виду «Capture One trash». То есть, это корзина именно «Capture One». То есть, если вдруг кто-то этот момент это упустил, то «Move to trash» – это перемещение в корзину именно «Capture One». То есть, например, вот если я сейчас нажму «Ctrl D», допустим, на вот этом файле. Вот я нажал и посмотрим, он переместился именно в корзину «Capture One». То есть, «Move to trash» – это перемещение именно в «Capture One»-овскую корзину. То есть, вообще, трэш, корзина – это всегда имеется в виду «Capture One», а не «Система». И, собственно, вы можете потом очистить корзину, а восстановить из корзины вы можете просто взять, выделить файлы и дальше там перенести, куда вам нужно, просто взять, зажать левую кнопку мыши и переместить их назад там, где они, собственно, были. А очистить корзину, еще раз повторюсь, вот тут есть Empty Catalog Trash. Так что теперь есть три понятных варианта, я надеюсь, с этим всем понятно, но если есть еще какие-то вопросы, пишите, тоже чуть позже тогда разберемся. Что еще, что еще очень интересного у нас появилось в новой версии? У нас появилась поддержка PSD файлов. И хотя это звучит прямо так с ног сшибательно, знаете, ну, PSD файлы, ура! Но на самом деле, конечно, все не так хорошо, но тоже довольно интересно. Значит, что у нас появилось в версии 10.1? Теперь вы можете, например, вы обрабатываете какую-нибудь фотографию, вы ее сделали, да, вы уже... Там, поработали с цветом, поработали с картинкой, все, сделали все, что хотели в Capture One, и теперь вы хотите ее доработать, допустим, в Photoshop. Уже там конкретно сделать какой-нибудь монтаж, может быть, ретушь, может быть, что-то еще. И при этом вы все равно складируете, да, вы все равно архивируете, каталогизируете все ваши файлы именно в Capture One. И вот раньше с этим были проблемы, потому что если вы конвертировали в PSD, потом не получалось открыть этот файл в Capture One, теперь никаких проблем нету, да, то есть теперь мы можем взять, например, нажать Edit With. Вы можете и обычным образом конвертировать, я просто использую Edit With, чтобы файл сразу потом оказался в каталоге Capture One снова. Выбираю здесь PSD, открытие сразу в Photoshop, нажимаю Edit Variant, у меня открывается Photoshop, я, например, могу взять, создать какой-нибудь новый слой. Давайте посмотрим, что я могу сделать на этом слое. Ну, давайте немножко, например, поработаем с Doge and Burn, например, я возьму Doge and Burn и там, скажем, на вот... Ну, давайте не Doge and Burn, давайте для такой наглядности я поработаю просто кисточкой и что-нибудь здесь дорисую, да, например, кисточкой, например, вот так. Я хочу какую-то область дорисовать кисточкой, чтобы просто лучше было видно, заметно, что файл точно изменялся. И я, заметьте, это делаю именно в новом слое. Все, я сохранил. И теперь смотрим Capture One. Этот PSD файл у нас появился в Capture One. Вы сразу видите вот эту информацию обработанную, то есть Capture One видит PSD файлы в слоях. Увы, пока вы, по сути, не можете их обрабатывать. То есть, в принципе, вы можете обработать этот файл и вы можете его конвертировать хоть снова в PSD, но тогда все слои, собственно, они склеятся. То есть, у вас нельзя обработать фотографию в Capture One и конвертировать ее в новый файл с сохранением слоев фотошоповских. Этого пока сделать нельзя. То есть, по сути, эта опция больше для каталогизации, да, для организации архива. Но, в принципе, например, если, допустим, вам нужно потом вот этот файл, вот вы открыли его в Capture One, дальше вы хотите его как-нибудь доработать, да, там что-нибудь сделать и потом просто конвертировать в шпек или тиф, то как бы это можно сделать без проблем. Но вот именно поработать с PSD-шным файлом, чтобы в нем сохранилась структура слоев, это, увы, невозможно. Но я думаю, что, видите, шаг за шагом, шаг за шагом мы увидим когда-нибудь и редактирование, собственно, PSD-шных файлов со слоями, где будут слои сохраняться. Я уверен, что рано или поздно разработчики к этому придут. В любом случае, это уже такой отличный, здоровский первый шаг к этому. Ну и раз уж мы открыли файлики Fuji, давайте немножко поговорим про Fuji. Что у нас интересного появилось? Ну, самая большая, пожалуй, новость 10.1 для владельцев камер Fuji, это то, что теперь вы, наконец, можете открывать, редактировать, вообще работать с компрессированными RAW-файлами Fuji. То есть, раньше это была такая серьезная проблема, то, что, ну, просто программа не понимала компрессированные RAW-файлы. А начиная с версии 10.1, со всех камер Fuji, собственно, компрессированные RAW-файлы будут прекрасно открываться. Но, кроме этого, появилось еще несколько интересных обновлений. Во-первых, появилась поддержка LCC. LCC – это вот такая технология, я об этом подробно рассказываю на моем курсе по Capture One, просто сейчас не буду сильно в это вдаваться. Это специальная технология, когда вы снимаете такую серенькую дощечку, а потом... Ну, собственно, давайте я вам просто сейчас покажу очень быстро, как это работает. Это вы просто такую серенькую дощечку снимаете, а потом, например, вы можете взять и... Вот, допустим, у вас матричная грязь, такая явная, заметная, да, вот тут на текстуре. И вы можете ее вот так в один клик просто убрать. То есть, видите, даже вот тут, если вот тут присмотреться, матричная грязь лежит на текстуре, и она прекрасно, прекрасно с ней удаляется. То есть, для этого нужен LCC, и теперь владельцы камер Fuji, они тоже могут, собственно, эту технологию использовать. Кроме этого, появилась возможность анализа хроматических аберраций. Это когда вот тут вы кликаете, нажимаете Analyze, да, и, собственно, делаете анализ хроматических аберраций. Также разработчики в официальном релизе пишут, что теперь появилось еще и удаление пурпурных аберраций. То есть, Purple Fringing, да, это вот этот ползунок. Ой. Вот, Purple Fringing, вот этот ползунок, это, знаете, мы найдем, может быть, у меня тут есть, на каком-нибудь из кадров. Может быть, вот тут. Это такие, типа, хроматические аберрации, только более фиолетового цвета. Они не всегда прям так явно-явно заметны. Ну, сейчас посмотрим, может быть, где-нибудь, где-нибудь, да тут они есть. Ну, такие фиолетовые, типа, ореолы. Ну, здесь даже они не особо у меня на этих кадрах заметны. Но, в любом случае, мне показалась эта новость немножко странной, потому что, насколько я помню, у меня просто было одно время камера Fuji. И, по-моему, я из нее прекрасно устранял эти фиолетовые ореолы. А может быть, я что-то путаю. Ну, не знаю. Но мне казалось, что это раньше работало. В любом случае, теперь это работает. Точно работает. И это тоже еще не все хорошие новости для владельцев камер Fuji. На мой взгляд, одна из самых интересных новостей – это то, что появилась поддержка технологии OpenCL. То есть, теперь при обработке файла Fuji будет использоваться технология OpenCL, что, конечно, на мой взгляд, очень здорово. Это очень сильно должно ускорить работу. И вообще, кстати, раз мы про это заговорили, в Копчеван 10.1 несколько переработали OpenCL, то есть, как она взаимодействует с пользователем. Давайте вообще, если вы не в курсе, дайте пару слов скажу. OpenCL – это такая технология программного ускорения. То есть, когда… Ой, господи, не программного, аппаратного ускорения. То есть, когда, если ваша видеокарта поддерживает технологию OpenCL, подчеркиваю, не путайте с OpenGL. Это разные технологии. Соответственно, если ваша видеокарта поддерживает эту технологию, то вы, собственно, можете намного быстрее работать в Копчеван, поскольку Копчеван заточена под эту технологию. И у вас все процессы там обработки, рендера файла, они все пойдут быстрее. Раньше было вот как-то не совсем понятно, работает ли Копчеван конкретно с вашей видеокартой. Вот всегда были как-то у людей вопросы, поддерживаются мои карты OpenCL, не поддерживаются. Теперь все просто. Когда вы первый раз запустите версию 10.1, вы, собственно, сразу… Такое появится окошко. Программа будет анализировать вашу… Такой идет… Будет строка идти, что… Анализ вашей графической карты. И, собственно, она как раз будет определять, насколько хорошо у вас работает OpenCL. И потом вы можете зайти вот так в настройки программы, в раздел General. И тут вы увидите, что Копчеван, ну, в данный момент Копчеван is using hardware acceleration. То есть, в данный момент Копчеван использует аппаратное ускорение. То есть, это значит, что все в порядке. Это значит, что OpenCL хорошо работает. И, в общем-то, все прекрасно. Если будут какие-то проблемы, здесь должна появиться сразу ссылочка на статью о том, как эти проблемы решать. Вот. Поэтому теперь при первом запуске… То есть, это не все время будет, а только при первом запуске новой версии. Программа проанализирует вашу систему. Ну, и если будут какие-то проблемы, вы вот тут найдете ссылочку. Или будет хотя бы написано, что программа, собственно, не использует аппаратное ускорение. Хотя лучше, конечно, его использовать, если оно поддерживается. Я вижу, в чате идет обсуждение, что средний формат фуджиков не поддерживается к Phase One. Ну, ребят, у меня всегда на это очень простой ответ. Вот, смотрите. Phase One сами делают среднеформатные задники. В разработку в Копчеван они вкладывают огромные деньги. Вы представляете, целый огромный штат людей, программистов, делают эту программу. Потом выходит фуджик и говорит, что «Ребятки, а вот у меня для вас классная среднеформатная камера и еще и недорогая. Только вот вы, пожалуйста, для обработки используйте вот программу Phase One. Они такие молодцы, они вложили очень много в это денег, и поэтому у них задники, в том числе, из-за этого такие дорогие. А мы вот выпускаем дешевый задник, ну, только используйте, пожалуйста, чужую программу». Ну, на мой взгляд, немножко странное предложение. Просто поставьте себя на место, ну, как бы, владельца бизнеса Phase One. Мне кажется, да, эта ситуация несколько понятнее станет. Еще одно интересное нововведение – это маркеры для водяных знаков. Вообще, маркеры – это токены, да, по-английски. Если вы не знакомы с системой токенов, я вам очень рекомендую с ней ознакомиться, поскольку эта система используется очень много, где Капчуан. Она используется и для конвертации файлов, и для нейминга файлов, вообще для очень-очень много каких вещей. И вот теперь она стала еще использоваться и для создания водяных знаков. Как это работает? Ну, вот представьте, у вас есть файл. И вы хотите написать на нем ваше, там, имя, да, там, или копирайт ваш, или, там, ваш сайт и все прочее. И, в принципе, если вы один фотограф, вот такой, работаете на себя, никаких проблем в этом нет. Но если у вас, если вы, как бы, студия, да, и тут работает группа фотографов, или вы какое-то издание, и, как бы, вы работаете с несколькими фотографами, то это становится проблемой. То есть для каждого кадра вам придется отдельно прописывать автора. В Caption теперь это можно делать намного проще. Вы можете зайти в настройки. Например, вот у нас есть такой раздел, как IPTC Creator. Можно сразу написать, например, Александр Свет. Можно сразу, например, веб-сайт написать, что там, Caption Blog. И вот так вы прописываете просто для фотографий, там, автора, контакта автора и прочее. Ну, то есть вообще обычно, когда вы работаете в таком серьезном процессе, и у вас много авторов, вы все это прописываете для файлов. И дальше вы заходите просто в раздел watermark, то есть водяных знаков, включаете тексты и водяные знаки, и теперь вот тут в графе, в строке текста можно включить вот такую опцию и использовать те самые токены, то есть маркеры по-русски. Например, я могу взять, добавить токен Creator. И, например, дальше вот так слэш поставлю. Поставлю слэш и добавлю, например, веб-сайт. Например, вот так, ну или можно между ними сейчас, давайте слэш, добавлю. А, не хочет что-то она у меня слэш, ладно, давайте вот так сделаю, просто дали. Так просто разделю. Или давайте по-другому напишу для, например. Нажму ОК. И смотрите, теперь этот водяной знак, он автоматически подхватил информацию с этого файла. То есть, например, если я возьму другую фотографию и задам другую информацию, скажем, теперь будет Creator, там, допустим, Васи Иванов, да, а веб-сайт, например, будет там профайл, допустим, то, вот если вы видите, то он автоматически это подхватывает. Например, давайте сейчас я просто изменю небольшие параметры, чтобы вы лучше это видели. Или, например, давайте, ну, можно прозрачность вот так более-более сильную сделать. Вот, так что вот так можно теперь просто автоматически будет подхватываться информация именно из файла, и это будет сразу прописываться в копирайте фотографии. Это реально удобно, если вы работаете целой студией. Дальше. А, еще, кстати, разработчики сказали, что заодно вместе с этим они улучшили качество ватермарков, как они отображаются, особенно на небольших превьюшках. Особенно на небольших превьюшках. В превьюшках это должно было особенно лучше стать отображаться. То есть, качество ватермарков, в общем, стало более такое детализированное и качественное. Что еще интересного появилось в версии 10.1? Появилось специальный новый тип цветового круга под названием вектороскоп. Вы можете зайти вот сюда в настройки, настройки цвета. И, видите, теперь появилось меню выбора цветового круга. Это стандартный или вектороскоп. Если вы выбираете вектороскоп, то вот посмотрите, это уже видно на инструменте Color Balance. То расположение цветов на цветовом круге меняется. Это, в принципе, единственное, что меняется с этой историей. То есть, это не какой-то новый инструмент. Это не какой-то принципиально новый цветовой круг. Это просто другой тип расположения цветовых секторов на цветовом круге, который намного более привычен тем людям, которые обрабатывают видео. Потому что в большинстве программ для обработки видео именно используется вектороскоп. И поскольку многие сейчас фотографы, они всегда на грани. То есть, это вот фотограф, видеограф. Это вот что-то такое в одно сейчас сливается во многих случаях. И поэтому просто многие люди им писали, что, ребят, слушайте, а добавьте, пожалуйста, вектороскопный вид цветового круга, поскольку мы просто к нему очень привыкли. Но они, собственно, добавили. Если вы такой человек, я думаю, вы порадуете новостью. Если вы не такой человек, то особого смысла использовать вектороскоп для вас, я думаю, нет. Вот я вижу, например, Николай там в чате как раз этому радуется, потому что кошерные старые конвертеры имели именно такой круг. Ну, вот видите, Николай радуется, значит, уже не зря в собачки добавили. А я уверен, что таких людей, как Николай, очень-очень много. И еще что интересно у нас появилось в этом обновлении. Ну, во-первых, еще улучшили работу с Apple Script. Apple Script позволяет писать, вот, это только для Mac обновления, если вы Windows можете не слушать, если вы запись смотрите, можете смело пропустить дальше. Это только для Mac фишка. То есть версия Капчелан для Mac поддерживает язык скриптов Mac, которые позволяют всякие штуки делать. Ну, например, вот, скажем, я могу взять, выделить мне скрипт, который, например, я вот выделяю файлы, запускаю этот скрипт, он называется Listed, и этот скрипт сейчас мне в мой буфер, в буфер сразу скопировал название всех файлов. Теперь, например, я могу их там потом в какой-нибудь текстовый файл, допустим, вставить. Так что скрипты довольно интересная штука. Я, честно, не программист, я в этом... У меня плохо получается писать скрипты, потому что это нужно прямо знать язык программирования Apple Script. Но если вы программист, и вы знаете, как писать скрипты для Apple Script, пожалуйста, свяжитесь со мной, у меня для вас куча-куча очень интересных идей, потому что я знаю, что можно сделать, но не знаю как, потому что у меня очень кривые руки. Я не программист. Но, тем не менее, новость заключается в том, что больше возможностей появилось для Apple Script, то есть теперь намного больше инструментов можно, собственно, использовать в Capture One для того, чтобы автоматически программировать действия. Ну, например, там теперь кейворды можно использовать, и функцию импорта, и, например, синхронизацию папок, это когда вы синхронизируете файлы в папках. Так что, в общем, всякие интересные штуки добавились. Ну, и, пожалуй, последнее, о чем стоит вот так сказать, это, так, про Викторскоп, Apple Script, OPSL поговорили? Да, это профили для Сигмы и Тамрона, тоже специально выделены для вас в отдельную тему, потому что все жаловались годами, сколько я веду курс, например, сколько я веду вот эти онлайн-занятия, люди годами жаловались мне, а почему нету Сигмы, а почему нет Тамрона? Я говорю, ребята, пишите, пожалуйста, запросы разработчикам в техподдержку. Они обязательно добавят, когда накопится определенное количество запросов. И вот, вы видите, вы можете зайти, например, вот сюда, и увидите, что появились Сигма, появились Тамроны, все появляется. Пишите запросы, поверьте, это работает. Вот, ну а теперь давайте я отвечу на вопросы, связанные непосредственно с Caption 10, ой, с этим Caption 10.1 обновлением. Так, значит, Виктория спрашивает, как обновиться на новую версию, но вы можете или скачать ее с сайта, или, в принципе, вот сюда можете зайти в настройки программы, Update, и Check for Updates, нажать. То есть вообще обновление происходит переустановкой программы, как бы поверх старой. И вот Ксения пишет, не ищет, но на Caption 10. Я слышал, что у некоторых есть такой баг, поэтому, видите, у вас такой баг, что вы вот заходите сюда в настройки, и он не ищет у вас Update, то просто зайдите на сайт phase1.com, и оттуда скачайте новую версию. Никакой разницы, в принципе, нет. Илья спрашивает, кстати, а как будет работать удаление при оффлайне и последующем подключении винчестера? Тут дело в том, что, насколько я понимаю, что если файл оффлайн, а вы его хотите удалить с диска, то он просто удалится из каталога. То есть диск, я так понимаю, он не удалится, хотя лучше это, конечно, перепроверить, но, насколько я помню, он не удалится с диска. То есть, ну, потому что, как бы, у Caption 10 нет такого доступа к диску удаленному. Тимур спрашивает, полное удаление минует даже системную корзину? Да, знаете, насколько я помню, да. Вот тоже, редко очень пользуюсь прямо этой функцией, прямо я вот, меня страшно удалять сразу, но, по-моему, он даже системную корзину минует. Я вот сейчас посмотрю. Да, вот у меня системная корзина. Давайте, ну, просто так проверим. Например, я беру файл, так, удаляю его из диска. Вот, там, Delete from Disk. И, соответственно, да, в системной корзине он не появляется. Я просто специально смотрю в системную корзину, он не появляется. Скорее всего, именно поэтому я почти не пользуюсь этим вариантом. Я помню, что меня как-то испугал давно еще, там, несколько лет назад. Я помню, как-то на этом обжегся и с тех пор просто перестал этим пользоваться. Потому что все-таки, знаете, корзина полезная история, если честно. Тимур спрашивает, а маску созданную в Капчуан можно в PSD перенести? Пока нет. Пока нет, но тоже, я надеюсь, на это есть у нас, есть у нас на это перспективы, потому что возможность конвертации в PSD появилась довольно давно. И, мне кажется, она появлялась сильно за тем, чтобы эту опцию добавить. Но просто пока, видимо, технически ее не добавили. Я просто про LCC тут говорил, вот Александр очень хороший вопрос дает. Я раньше рекомендовал покупать вот этот LCC-калибратор на сайте CaptureOnComplete.com, и мне прекрасно они доставили. Но вот Александр пишет, что у него с ними очень неприятный опыт был, и они как-то ему ничего не доставили. Поэтому, видимо, наверное, пока или не стоит ими пользоваться, или стоит очень аккуратно ими пользоваться. А где брать? Надо смотреть просто региональных партнеров PhaseOne, откуда вам удобнее сделать доставку. В России, насколько я помню, у нас наш региональный партнер PhaseOne их не продает, по крайней мере, раньше не продавал. Но, возможно, где-то из ближних тоже европейских стран надо просто посмотреть точно, у кого из партнеров точно посмотреть. Это может быть во Франции, может в Германии. Саша спрашивает, можно ли операцию до-после с альтой стрелкой закрепить на отдельную горячую клавишу? Я тоже про это писал в своем обзоре. Я считаю, это было бы очень здорово, если можно было бы это закрепить. Но пока такой опции нету, я надеюсь, они ее добавят. Потому что это очень было бы разумно. Еще Александр пишет, Александр заметил, что в новой версии при работе в слоях, если картинка отображается с увеличением, появляются артефакты во время изменения каких-либо параметров. Ранее такой, видеокарты последние. Тоже по всем таким багам лучше писать разработчиков. Понимаете, там возможно вот конкретно именно с вашей видеокартой этот баг. То есть просто меня часто просят, там, Александр, вы можете это сказать разработчикам? Дело в том, что обычно такие баги, это вот конкретно ваша видеокарта, она в чем-то вот внезапно конфликтует с Капчуан, в какой-то очень мелочи и от этого проявляется. Поэтому лучше просто писать разработчикам, ребята, вот на такой системе, на такой-то там конфигуратор с компьютера, собственно, вот такой баг. Стаслав спрашивает, выросли что-то новое про присылки в компьютер? Нет, ничего не обновилось. Макс задает отличный вопрос. А где взять дешевле Капчуан? И у меня есть для вас на это ответ. Вы можете получить 10% скидку на Капчуан, покупку лицензии или обновление лицензии, использовав вот этот код. Я вам в чат кинул ссылку, но еще вы код найдете в конце вот этой статьи. Просто при покупке укажите этот код и вы получите 10% скидку на программу, что составляет там будет порядка где-то наверное выйдет 10% будет там почти 30 евро. Ну, знаете, по нынешнему курсу очень-очень неплохая экономия. Николай спрашивает, разработчики можно писать по-русски? Увы, нет. Илья спрашивает, хотелось бы IPTC extension стандарт получить, куда писать просить? Тоже в техподдержку. Поверьте, это просто все не уходит в пустоту. Просто это не быстро происходит, потому что это большая корпоративная машина, но это не уходит в пустоту. Евгений пишет, когда исправят инструмент тени, много информации теряется в тенях. Знаете, просто это такая история на вкус и цвет, потому что инструмент shadows, то есть тени, его уже очень много версий подряд его улучшают, и он стал работать, на мой взгляд, просто отлично, и если вы сравните один и тот же файл с обработкой теней в Lightroom, имеем в копчен, но вы заметите, что во многих, в очень-очень-очень многих случаях он работает просто потрясающе. Поэтому, видимо, вам просто не нравится, как он работает, такое бывает. Павел спрашивает, снимаю на Sony, недавно скачал программу, и она вроде как бесплатна для камер Sony. Стоит ли покупать какие-то апдейты, или же хватает бесплатной версии для Sony? Смотрите, во-первых, я вам сейчас очень хорошую дам статью, и более того, у нас в школе профайл выходил мастер-класс на эту тему. Такой же был стрим, там вы прям все-все суперподробно узнаете. Называлось «Знакомство с Кэпчуан для Sony». Вот я вам сейчас на него ссылочку кину, и еще кину ссылочку на статью. Вот эта ссылка это на запись мастер-класса, который был про Sony. А также сейчас я вам на статью тоже дам ссылку. Там просто все очень-очень подробно расписано, а сейчас я в двух словах тоже вам еще раз скажу. Вкратце суть такая. Действительно, для владельцев камер Sony есть специальная версия Capture One Express от Sony, которая абсолютно бесплатная, и вам не нужно даже ее не как-то отдельно специально скачивать или отдельно активировать, вы скачиваете просто обычный Capture One, просто при первом запуске вы выбираете Capture One Express от Sony, режим запуска. Все, программа будет работать абсолютно бесплатно, сколько угодно, просто вы обрабатываете, там сможете только файлы Sony, и инструментарий будет прилично урезан, то есть у вас не будет там работы в слоях, у вас не будет там такого мощного цветового редактора, ну в общем, много чего там у вас не будет на самом деле, но при этом все основные возможности будут, то есть хорошая трактовка файла, хорошая работа с экспозицией, там каталогизация, много-много-много-много всего остального. Для хорошей, серьезной обработки я бы рекомендовал обновиться до версии Pro, то есть Capture One Pro for Sony, это стоит в разы, там в 5-6 раз дешевле, чем обычная Pro, и на мой взгляд это совершенно оправданно. Макс спрашивает, а как я делаю так, чтобы открывались фото так же быстро? Превью вроде настроенное, но все равно уходит секунд 5-7 на открытие при клике. Слушайте, ну если 5-7 секунд, это на самом деле очень много, то есть вообще я в Capture One работаю, знаете, даже у меня есть там старенький 2011 года MacBook Air, и даже на нем как-то побыстрее, мне кажется, это работает. У меня просто все работает так быстро, потому что у меня очень мощный компьютер сейчас, тут у него там несколько видеокарты, несколько процессоров, 32 гигабайта оперативки, поэтому все так быстро работает, но в реальности даже на менее мощных компьютерах у меня есть менее мощные компьютеры, на них тоже все работает вполне быстро. Очень важно, чтобы ваша видеокарта поддерживала OpenCL, это очень сильно ускорит все визуальные процессы, поэтому если вы там собираете компьютер, почитайте спецификацию видеокарты, чтобы у него была OpenCL, плюс SSD жесткий диск очень сильно ускоряет работу программы и побольше оперативной памяти. Александр спрашивает, когда появится возможность добавлять в свой профиль объектива? Профиль объектива, я думаю, свой никогда не появится. Возможность, потому что эти профили делаются в специальной лаборатории, это профили, которые там появляются, это не просто вот так, что их взяли и добавили. Я был в этой лаборатории, это реально лаборатория, то есть это вот прям такая комната, оборудованная под очень техническую съемку для тестирования камеры объектива. Там специальное освещение, там специальные фаны, там куча разных мишеней, и вот в этой комнате делаются профили для каждого объектива. У вас не получится сделать профиль самому, но если у вас нет такой комнаты. Поэтому, я думаю, такой возможности не будет. Олег спрашивает, при съемке в компьютер может ли Капчуан делать автоматическую копию файлов на другой жесткий диск, допустим, на съемной, чтобы в случае какой-либо проблемы была копия? Во время съемки в компьютер нет. Во время импорта вы можете это настроить, когда вы делаете импорт, вы можете вот тут выбрать backup to, то есть куда вам бэкапить эти файлы, а вот во время съемки в компьютер, насколько я знаю, нет. Такой возможности нету. Может быть, это в системе проще как-то настроить, чтобы автоматически в системе был бэкап. Катерин Крис спрашивает, а небольшой экстрас мир камер в фейзланд? Какие-то невнятные отрывки пустые находятся. О, это прям очень интересная история. Фейзланд делает шикарные камеры, точнее, давайте так разделим. Фейзланд делает и шикарные камеры, и шикарные среднеформатные камеры, и шикарные среднеформатные задники. Это разные немножко вещи. То есть камера это как бы оболочка, а задник это матрица по сути. И вы можете это, ну, раньше, давно еще, можно было вот этот задник вставлять в любые среднеформатные камеры, туда, куда раньше пленка вставлялась. Сейчас все несколько по-другому. Вот если вы зайдете на сайт Фейзланд и зайдете в их products, у них есть camera systems, это, например, именно камеры, система камер. А есть цифровые задники, например, скажем, там есть IQ3, это вот разная серия цифровых задников. То есть задник это вот эта коробочка, которая у вас сзади. Она уже цепляется к камере. Они могут цепляться к старым камерам, к разным старым камерам разного старого типа. Или вот современная камера, которую делают сами Фейзланд, это XF называется. Камера, она супер-классная, я держал ее в руках. Это как Apple от мира камер. В общем, все шикарно, честно. Вот правда, просто стоит это безумных денег, стоит там полный комплект, вам будет стоить там 40-50 тысяч евро, хорошие, вместе с объективами. Но, поверьте, она того стоит, потому что там лучшие фотографы рекламные, лучшие музеи, лучшие вообще все специалисты всего мира используют Фейзланд. Например, вы можете писать бэкстейдж, Мэни Лейбовитс, например, снимает на камеры Фейзланд. Так что, смысл их в том, что они дают очень широкий динамический диапазон, у них очень высокое разрешение в мегапикселях, до 100 мегапикселей, и вообще, вот, качество, глубина картинки. Это просто, ну, если вы занимаетесь коммерческой фотографией, именно такой серьезной, это, конечно, просто шикарное решение. Александр спрашивает, подскажите, мне кажется ли это на самом деле, что RAW файл с Nikon лучше конвертировать все-таки в Capture One X, чем в Capture One. Ну, смотрите, тут такая история, Nikon и Canon, и другие производители никому не рассказывают, как нужно трактовать их RAW файл. Вот никому, ни Lightroom этого не знает, то есть, ни Adobe этого не знает, ни DX Optics этого не знает, никто этого не знает, на самом деле, и Phase One тоже этого не знает. Поэтому, родной RAW конвертер, в принципе, всегда более правильно будет трактовать цвета с вашего RAW файла. Ну, просто потому, что это единственный, кто знает, как их по-настоящему трактовать. Все остальные угадывают. Просто Phase One угадывают очень хорошо, поскольку у них лаборатория, как я уже сказал, и они очень серьезно тестируют каждую камеру. Там делают огромное количество тестовых снимков в разных условиях, по-разному их прогоняют, по-разному тестам. И, исходя из этих тестов, они создают цветовой профиль для камеры. Но, в принципе, да, чисто теоретически, в любом случае, родной RAW-конвертер выдаст более правильную картинку по цвету. Другое дело, что родной RAW-конвертер абсолютно ужасен, ну, конкретно, например, у Nikon, абсолютно ужасен во всех остальных аспектах. И поэтому, да, может быть, цвет вы получите прям, ну, вот самый правильный, но зато все остальное там плохо. А в Capge One, да, может быть, цвет будет немножко менее правильный, чем у Nikon, хотя я лично очень доволен, я сама Nikon камера, я очень доволен картинкой Capge One для Nikon, но зато возможностей для другой обработки RAW у вас будет просто миллион. И на мой взгляд, это окупается просто полностью. Я спрашиваю вопрос, вопрос по шумоподавлению. Независимо от ISO всегда выставляются одинаковые значения Шумодава. Можно ли как-то автоматически настроить, чтобы подставить сразу значение под ISO 100 или 3200? Нет, автоматически такую настройку сделать нельзя. Что можно настроить автоматически? Это, во-первых, вы можете настройки, например, Шумодава, Шумодава например, если у вас несколько камер, вы можете для разных камер разные настройки Шумодава делать. Или, что еще проще, запишите себе разные стили и пресеты с разными настройками Шумодава и просто применяйте эти стили и пресеты на разные съемки. Автоматически пока такой подстройки нет. Пожалуйста, есть ли в Capge One инструменты Camera Calibration, Channel Mixer или их прямые аналоги? Нету, поскольку в Capge One совершенно другая, то есть принципиально другая система работы с цветом. Ну, то есть, вообще, система сама работы с цветом, она очень сильно отличается в Capge One. Именно поэтому там нет таких инструментов и, скорее всего, их никогда не появится. Просто потому, что система принципиально как идет обработка цвета в Capge One, она очень-очень сильно отличается. И именно из-за этого, скорее всего, этих инструментов никогда не появится. Но есть шикарные инструменты, типа цветового редактора и, собственно, эти инструменты есть благодаря этой системе. В цветовом редакторе вы можете очень много чего интересного делать. Александр и Ксения очень похожий вопрос задают. Ксения, когда появится продвинутый курс, Александр пишет, хочешь какой-нибудь суббогопрактический курс продвинутый обработать для тех, кто знает Копчон без объяснений и не с начального уровня. Я работаю сейчас над этим курсом. Пока не могу сказать, как он появится. Скорее всего, осенью он будет во многом базироваться именно на практике обработки ваших фотографий. То есть, этот курс будет состоять из двух вещей. Это приемы, о которых я не рассказываю на основном курсе. Их довольно много, но они просто очень углубленные, такие уже профессиональные. Нужно понимать основы хорошо, чтобы с ними работать. Вот эти приемы, причем приемы касаются всего. И обработки, и каталогизации, и много-много чего еще. И очень будет много обработки ваших файлов. То есть, это вот такой курс будет устроиться на обработке, конечно, и моих тоже фотографий, но и ваших тоже. Пока он в разработке. Это курс. Я надеюсь, осенью он увидит свет. Какие типы файлов можно открыть и редактировать в Капчуан? Вы можете, смотрите, вы можете JPEG, PNG, TIFF, RAW и даже видеофайл. Но видео там редактировать не получится, а вот JPEG можно редактировать. Вообще, вот вы можете сюда в настройки зайти еще в раздела Image. Вы можете редактировать JPEG, вы можете редактировать TIFF и можете редактировать PNG. Ну, в принципе, PSD вы тоже теперь можете редактировать, но просто не получится сохранить это со слоями, это редактирование. И вот Юрий мне еще подскажет DNG еще. Да, очень может быть, я просто DNG совсем не работаю. И еще тоже из чата, пока выхочу вопрос, что подскажет зеленые пятна изображения последнего RAV. У вас, скорее всего, вот эта опция включена... Ой, нет опции. Сейчас добавлю себе значочек, убирал его. Focus Mask у вас, скорее всего, опция сейчас... Вот Focus Mask. Вот эта опция, когда вы ее включаете, она показывает вам зону фокуса. Фотографии, просто чисто визуальное отображение, это не портит никак кадр. Сможете ее включать и отключать. Валерий спрашивает, Саша, пожалуйста, по поводу подписки на Копченон. Платил первый месяц из 12, но последующий не проплатил. Если по этой же подписке опять проплачу месяц, не спишутся деньги за прошедшие пару месяцев не пользуясь. Надеюсь, понятно. Знаете, я понял, просто я точно не знаю, какая политика у этого, у Фейзван. Вообще, логика покупки подписки следующая. Вы не покупаете месяц. Вы не покупаете там определенные два месяца или три месяца. Вы как бы соглашаетесь оплачивать подписку в течение года. То есть там, ну, у них есть варианты там, у них есть вариант три месяца и двенадцать месяцев, и поэтому цена разная. И вы, это как бы, это соглашение. То есть вы как бы говорите, да, ребята, я вот на год с вами подписываюсь. Вот на год я буду, я буду и обязуюсь вам платить год. И плачу вам раз в месяц. И поэтому такая цена. И поэтому я боюсь, что они могут исписать деньги за прошлое месяце. Поскольку, когда бы вы как бы соглашались на эту подписку, вы как бы это подтвердили, что вы готовы платить год. Николай пишет, может добавить инструмент в глубокие тени. Ну, в принципе, смотрите, вы можете еще работать с тенями. Не забывайте, что вы с тенями можете работать с помощью инструмента Levels. Да, и вы можете, например, тени всегда еще с помощью Levels вот так немножко подсветить, допустим. Точку черного подвинуть. Ирина пишет, было бы неплохо иметь такую же версию в Canon или Nikon. Ну да, но, видите, Sony подсуетилась, а Canon и Nikon не подсуетились. Владимир пишет, битые пиксели убирать инструментом пыль или пятно? Вы знаете, я бы вообще вам предложил попробовать убирать битые пиксели. Я сам не пробовал, у меня, к счастью, нет битых пикселей просто на моих камерах. Но я бы вам попробовал вот ползунком Single Pixel. удалять. В некоторых случаях это помогает. Но не могу вам сказать, что это 100% будет работать, но как вариант можно пробовать. Если не будет работать, то я бы тогда лучше удалял для пятен, то есть Spot, который, то есть Spot Removal, режим Spot. Потому что матричная грязь, это матричная грязь, у него алгоритм именно под матричную грязь заточен, а это все-таки не матричная грязь. Павел спрашивает, какие настройки лучше экспортировать и разображение для интернета в Capture One? В каком разрешении сжимать, ставить ли резкость и т.д. Значит, смотрите. Во-первых, не забывайте о том, что начиная с 10-й версии, и это, кстати, одна из причин вообще обновиться на Капчелон 10, очень важная, ей появилась вот такая опция, которая шоу профилирования, в общем, да, то есть когда вы можете увидеть картинку, как она будет выглядеть сразу после конвертации. Я бы вам рекомендовал, значит, какие делать настройки, на мой взгляд. Но, опять-таки, это очень условный мой взгляд, потому что у всех этот взгляд очень разный, зависит от того, куда вы публикуете. Я сейчас делаю для интернета 1200 пикселей, но реальности уже можно, на самом деле, делать и 1400, и 1600, там, 1500. Но вот пока я все еще делаю 1200, вот пока мне этого нормально, я не вижу, что у людей так прям колоссально растут разрешения мониторов, как это все думали. По качеству. 80 можно ставить смело, да, то есть 80 минимально влияет на качество. Вот меньше 80 я уже поостерегся, 80 можно точно спокойно вообще ставить. Настройки резкости очень зависят от того, где вы опубликуете фотографию. Например, разные соцсети по-разному трактуют резкость. Скажем, вот для Фейсбука я бы делал немножко перешарпленную картинку. Для какой-нибудь там 500px.com я бы вот вообще ничего не делал с такого, ну, как бы просто аккуратно резко сделал, и все. То есть тут нет как-то таких универсальных настроек, просто рекомендую вам включать вот этот режим и уже делать output sharpening for screen, и уже здесь как бы выставлять, соответственно, резкость вот под конкретно ваш кадр, который вам, который у вас именно. И, конечно, все очень зависит от того, где вы на каком сайте будете публиковаться, как он портит картинку. Вадим, спрашиваю, Капчуан, можно ли открыть и редактировать DNG-файлы? Знаете, DNG-файл просто очень такое размытое понятие. Вообще можно. Так, если очень кратко сказать, то да, можно. Причем именно начиная с девятой версии Капчуан, там это можно особенно хорошо. То есть до девятой версии там не очень это было, а с девятой там нам... Да, с девятой, по-моему, версии все намного улучшилось. Там все равно есть разные вопросы к этому. Если этот DNG-файл просто сторонний, сторонний, например, на некоторые камеры снимают сразу в DNG, то могут быть мне не очень правильные цвета. И если эта камера вообще не поддерживается, то вообще, может быть, этот файл не откроется. Если это, например, чисто адобовский DNG-файл, то лучше всего, чтобы в него был запакован RAW-файл. Вот если у вас есть адобовский DNG-файл, созданный в том же Lightroom, и запакован внутрь RAW-файл, знаете, там можно при создании выбрать такой вариант, то тогда вообще все шикарно откроется. В Капчуан будет суперская картинка, все будет здорово. Но если этого нет, то тоже будет не все так хорошо. В общем, с DNG все сложно. Потому что DNG, на самом деле, проприетарный формат. И хоть Adobe обещала сделать его как бы открытым, все приходите к нам. На самом деле, ничего она не сделала. Но в плане, все равно, очень-очень много вопросов к этому формату. Валерий Смеш, при съемке в компьютер у меня нет фокусировки при цели указания. Да, это работает только на среднеформатных камерах и цифровых задниках Phase One. Я не думаю, что... Может быть, со временем они добавят такую опцию, но пока это есть только для Phase One-овских камер. То есть пока ни для кого больше этого нет. Юрий спрашивает. При запуске на iPad Capture One Pilot долго сканирует изображение каталога нового Capture One 10 на iPad и даже так не появляется. Почему? Не знаю. Это тоже, опять-таки, технический сбой. То есть все должно быть. А вот что еще умеет делать Capture One Pilot? Вот, смотрите, я вам сейчас тоже кину ссылочку. Мы тоже делали со школой профайл такой ролик. Подробно тоже я об этом все равно рассказываю на своем курсе. Но вот я вам сейчас просто кину ссылку на короткий ролик про съемку в компьютер с Capture One. И там есть и про Capture Pilot тоже. Вот, съемку в компьютер. Сейчас я вам в чат кину на него ссылку. Потом посмотрите. Там все довольно так подробно расписано. И у Юрия еще пишет. Слишком большой каталог был, а потом появилось. Да, но если вкратце, то очень много чего можно делать. Можно управлять камерой, можно менять баланс белого, можно выставлять рейтинги, можно выставлять цветные метки. То есть, в основном, это больше, конечно, именно про съемку в компьютер и такой базовый отбор файлов. Сколько стоп можно вытащить без ущерба из пересвета, про дд, в светах, у камерой файлов? Знаете, там очень зависит от конкретного задника, о котором вы говорите. Этому нужно спецификации смотреть каждого задника. Они очень сильно отличаются. Например, у них есть отдельные задники, которые только черно-белые изображения снимают. И там вообще возможности просто шикарные из-за этого. Так что, в общем, ты просто так не ответишь сразу на такой вопрос. Там нужно смотреть спецификации конкретного задника. Пожалуйста, смотрите, пожалуйста, всемирно известных фотографов, которые работают в Capture One, кроме вас, конечно же. Ну, да, спасибо большое. Очень лестно. Но, смотрите, с фотографами такая история. Сейчас я вам скажу, кто работает в Capture One. Ну, во-первых, как я уже сказал, вы можете увидеть Capture One также на ее бэкстейджах. Кроме этого, кто, например, еще работает? Ну, например, Mario Testino, Jeff Berlin, Paolo Reversi. То есть, это, понимаете, такие, как бы, это не имена типа, конечно, Ниль Либовиц, потому что, понимаете, сейчас прошло время вот фотографов типа Ниль Либовиц. Ну, вот, но если вы посмотрите узкие, узконаправленные, например, тоже Paolo Reversi, это очень известный фотограф, ну, как бы, в своей области. Или, например, вы Сара Сильвер, тоже очень такой довольно известный, ну, как бы, такое знакомое, я думаю, многим имя. Так что, если вы посмотрите, вот, конкретно бэкстейдж, например, на YouTube, да, люди, там, студийных, например, фотографов, вы увидите, что очень-очень многие из них, очень известные фотографии, работают именно в Capture One. Просто мало кто это прямо вот так сильно афиширует. Это просто профессиональный инструмент, ну, знаете, как вот то же самое, там, многие работают на Nikon, но не все являются амбассадорами Nikon. Многие, там, работают с какими-то, там, профото, да, каким-нибудь цветом, но не все, там, говорят о том, что они работают с профото. То есть, ну, просто кто-то просто об этом говорит, а кто-то нет. Но вот посмотрев бэкстейджи, вы можете очень-очень многих людей это увидеть. Так. Евгений спрашивает, еще, дайте, еще один такой инструмент. Если вам, опять-таки, не нравится инструмент, что это холлайд, вы можете зайти в Color Balance, и вы можете через Color Balance тоже высветлять тени. Тоже это можно делать через Color Balance. Это будет более грубое высветление, но оно тоже, в принципе, работает. Так. Игорь спрашивает, что можно сделать лучше и удобнее, чем Photoshop? Что в Photoshop сделать невозможно? Ну, смотрите, все очень просто. Давайте так. Photoshop, именно Photoshop, не работает, не работает с RAW файлами. Именно Photoshop. Adobe Camera Raw, плагин к Photoshop, работает с RAW файлами. Но сам Photoshop, вот этот большой Photoshop с его суперскими возможностями, не работает с RAW файлами. То есть, вы в нем работаете диджпэгом, тифом, с другими форматами, но не с RAW файлами. Соответственно, первое, чего вы отсекаетесь, это то, что вы лишаетесь многих возможностей, которые есть в RAW файле. Например, там, да, в тифе тоже сохранено много информации, но, например, баланс белого не сохранен в тифе. То есть, вы не можете взять, открыть в Photoshop и тиф файл и спокойно поменять ему баланс белого. Кроме этого, все равно тиф, все равно поменьше возможностей и хранит, а самое главное, ну, по моим ощущениям, просто, например, тот же Capture One заточен, очень здорово вытаскивать именно в здоровый файл эту информацию. Но самое главное, понимаете, вы можете, например, сделать какую-то обработку, да, файла, очень сложную обработку, очень сложную обработку цвета, очень сложную обработку, там, много чего, потом взять, скопировать эту настройку на все соседние файлы. Потому что это все RAW формат. Попробуйте сделать такой в Photoshop. Это можно, это дико сложно будет. Вам нужно будет, там, записывать экшены, чтобы повторить все эти действия. Это очень сложно. В Capture One вы можете открыть, там, портретную съемку, сделать шикарный тон кожи и в один клик применить этот тон кожи просто на все фотографии. Вот. Так что, ну, да, еще Николай пишет, что Photoshop не имеет Color Balance по кругу. Ну, и вообще, Color Editor, просто, понимаете, с Photoshop очень сложно соревноваться, потому что Photoshop это, ну, очень мощный инструмент, но он для других задач, понимаете? Photoshop, это вот задача доработки одного кадра. То есть, вы вот там, открыли кадр, и вы уже его прям совсем финально доводите. Если вам нужен какая-то там, ретушь, если вам нужен какая-то, ну, суперсложная работа с цветом, то для работы фотографа, вот именно фотографа, который просто снимает фотографии, нужен RAW Converter. И это будет его основной инструмент, где он будет делать 90, там, процентов обработки, а то и больше. И для этого именно нужен Capture One. Иван пишет, перекинуть корректирующие слои в другой файл. Ну, окей, Иван, а у вас 200 файлов. Ну, вот, я себе представляю, как вы будете перекидывать корректирующие слои из одного файла в другой. Ну, правда, то есть, это просто разные инструменты, то есть, их бессмысленно сравнивать. Они когда спрашивают, в Capture One могут добавить экспо-брейкет новые группы, чтобы склеить фото с пары кадров разной экспо-пары по маске пользователя или с другими механизмами этого. Знаете, в принципе, это уже есть, но, опять-таки, для камер, для камер Phase One. То есть, я не знаю, может быть, в будущем это появится, но просто у камер Phase One есть возможность снимать сразу вот такие стеки, как бы, и вот эти стеки понимает Capture One. Может быть, когда-нибудь это появится и для других камер. Или я спрашиваю, при покупке подписки после всей оплаты программа останется без ограничений моей или надо дальше платить, чтобы пользоваться? Так в этом смысл подписки. Вы, пока вы платите, вы пользуетесь. То есть, вы перестаете платить, вы перестаете пользоваться. То есть, это подписка. Если вы хотите один раз оплатить и потом всю жизнь использовать, это нужно просто полную лицензию покупать и все. То есть, здесь все очень просто. Мне кажется, можно ли когда-нибудь будет пользоваться самому редактировать входной профиль интерпретации цвета со своей камеры? Конечно, это и сейчас можно. Вы можете, никаких проблем, вы можете взять, открыть Color Editor, внести любые изменения там в цвет, чтобы зеленый, например, вот так отображался, или синий, давайте возьмем, синий у вас, пусть вот такой будет. Нажать Save as ICC Profile, нажать его, например, Fuji Color Corrected, все, и теперь у вас есть, у вас есть там Generic, а есть вот этот, который вы только что создали. Вы уже сейчас можете менять ICC Profile. Андрей спрашивает, для печати можете порекомендовать значение Clarity? Нет, к сожалению, не могу, потому что, во-первых, печать, это очень условная вещь, то есть, каким форматом печать, во-вторых, все очень от кадра зависит, то есть, на одном кадре одни значения Clarity будут, на другом другие, никто вам этого не порекомендует, ну, то есть, правда, он к слою будет применяться тоже, это ICC? Нет, ICC, он применяется, как бы, он ко всему кадру применяется основному, а слои это уже поверх, то есть, как бы, понимаете, да, то есть, это, вот, вы открыли фотографию, она считалась с помощью ICC Profile, и поверх, собственно, уже, там, этого всего слои работают. Ну, я не знаю, как создавать этому профилю разные версии, вот, вот, я вам только что показал, просто нажимаете Save as ICC Profile, новую версию создаете. Евгений спрашивает, есть ли полностью нейтральный стиль и Flat для последующей обработки в Photoshop? Нету, я таких не видел, и, ну, не уверен, что такие вообще есть. И вот тут еще тоже говорит про Flat обработку, пишут, тут говорят про кривую Linear Response, но если вы это имеете в виду, то, конечно, без проблем, можно всегда включить кривую, вот так, включить кривую Linear Response, и, собственно, все, вот у вас Flat картинка, ну, просто я думал, вы немножко другое что-то имеете. Валерий спрашивает, Александр, каким профилем мы сраживаем, настройки общего на поле, здесь для веба sRGB, для печати, зависит от чего, какую печать делаю, или sRGB, или Adobe RGB, просто смотря, какую я дальше делаю обработку. Могу спрашиваю, а есть какие-то вещи, чтобы работать с каталогом по сети с нескольких компов? Это работает само по себе, нельзя только одновременно, одновременно нельзя работать, но вы можете выложить на сервер, и могут, например, по очереди люди подключаться, или можно вот тут зайти, вот тут режим файл, lock catalog, вы заложите каталог, и тогда его просматривать могут одновременно сколько угодно человек, если там каталог лежит на сервере. Но одновременно именно работать, это невозможно с одним каталогом. Так, вот спрашивают, мне спрашивают, когда появится поддержка объектива Canon 100 мм, чем больше вы напишите запросов техподдержку в phase one, желательно от разных людей, конечно, тем больше вероятность, что он появится. Павел спрашивает, можно ли уйти за границей значений инструментов? Это плюс, как и почему, так ничего не испортишь, но если вдруг пригодится, что делать? Или можно, можно бы, можно было дублировать инструмент? Смотрите, в принципе, это можно делать в определенной степени, но не для всего, не для всех инструментов, но, например, что вы можете делать? Вот, скажем, у вас есть файл, да, вы хотите поработать, вы создаете, например, вы хотите его поработать с хайлайтами, да, то есть, пересвет установить, вы белаете, вот так, оп, сделали движение, дальше взяли, снова нарисовали маску на новом слое, и еще добавили хайлайт. То есть, видите, вы как бы здесь ушли до предела, но вы можете создать новый слой и еще уйти до предела. Вы можете создать еще один слой и снова уйти до предела. Видите? И так можно создавать, создавать слои и ходить дальше, дальше, только чем дальше, тем качественнее будет, картинки все хуже, хуже, хуже. А как залить маску одним нажатием, вот так, fill mask? И есть хоткей, для этого вы можете его назначить. Только у вас должен быть пустой слой, если у вас пустая маска, вы нажимаете fill mask, и она у вас полностью заливается. Евгений спрашивает, может ли как-то вытянуть больше теней из linear response, тени проваливаются сильно? Ух, ну если у вас linear response тени провалятся, это прям нечастая ситуация, но, смотрите, вы включаете linear response, вы как тени, ну вы можете, например, с помощью тех же levels опять-таки вытянуть тени, да, просто взять и там вот так их подвытянуть, или вы можете, там, те же shadow, да, использовать локально, например, вот он вытягивает информацию. Юрий спрашивает, а как каталог отправить на сервер? Ну, во-первых, файл каталога, да, это просто один физический файлик, да, вот что там конкретно, ну, в общем, просто на жестком диске просто один физический файлик. Вы просто берете, на Dropbox куда-нибудь кладете, допустим, и все, и у вас там все компьютеры, которые к Dropbox, к Dropbox подключены, вы к нему подключаетесь, или там, ну, есть разные серверные решения, то есть просто вопрос, что именно вы используете. А, а как забрать Dropbox? Ну, давайте, смотрите, Dropbox вы подключаете, как, по сути, внешний жесткий диск, да, то есть он всегда у вас подключен, и просто дальше идет синхронизация. Ребят, я думаю, на этом мы будем заканчивать. Надеюсь, вам понравился наш сегодняшний стрим. Я и в будущем планирую делать такие же бесплатные, просто собраться, пообщаться, мне всегда радостно с вами пообщаться. Надеюсь, вам тоже было интересно. Я уверен, увидимся на будущих обзорах версии 10.2, 10.3, потому что вот эта как раз система по подписке, она изменила то, как делается софт. И теперь он делается по-другому, теперь он обновляется постепенно. Вот. Так что, ребят, всем счастливо, увидимся на наших курсах, мастер-классах. Все, ребят, пока. Субтитры сделал DimaTorzok